Урок 23. Задача первая. Разложите на множители. Давайте рассмотрим первое слагаемое и второе. Можно вынести за скобки общий множитель. х в четвертой. В скобках будет х плюс 1. Теперь давайте рассмотрим третье и четвертое слагаемое. Можно минус вынести за скобки. В скобках будет х плюс 1. А теперь выносим за скобки общий множитель х плюс 1. От первого что останется? х в четвертой. А здесь минус 1. Значит, в первых скобках х плюс 1. Во-вторых, х в четвертой минус 1. Можно представить по формуле разность квадратов. х квадрат плюс 1, х квадрат минус 1. А х квадрат минус 1 можно еще раз разложить на два множителя. х минус 1 умножить на х плюс 1. Задание выполнено. Задача вторая. Верно ли равенство? Давайте перемножим вот эти многочлены и посмотрим, получится вот такое выражение или нет. Что получится при умножении? Можно сначала перемножить первый многочлен со вторым. Получится вот такое выражение. А затем умножить на а плюс b. И получается выражение не такое, как в условии задачи. Значит, данное равенство неверно. Задача третья. Решите уравнение. Плюс х квадрат минус х квадрат. Взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. А теперь давайте сгруппируем вот эти слагаемые и эти. Можно вынести за скобки общий множитель х в шестой. В скобках будет х плюс 1. Здесь выносим за скобки минус х в четвертой. В скобках х плюс 1. Теперь можно вынести за скобки х плюс 1. В скобках будет х в шестой минус х в четвертой. Здесь выносится х в четвертой, как общий множитель за скобки. В скобках х в квадрате минус 1. Можно по формуле разность квадратов разложить на два множителя х плюс 1 и х минус 1. И тогда получится следующее выражение слева от знака равенства. х в четвертой умножается на х плюс 1 в квадрате умножить на х минус 1. Значение произведения равно нулю. Данное уравнение имеет три корня. х равен нулю, то есть надо приравнять к нулю вот этот множитель. Потом, если этот множитель приравнять к нулю, получится второй корень. х равен минус 1. И если приравнять к нулю х минус 1, получится третий корень. х равен 1. Итак, три корня. 0, минус 1 и плюс 1. Задача четвертая. Разложите на множители. Здесь надо применить формулу разность кубов. Вот это произведение можно представить в виде куба. А, В возводится в куб. А 27 – это 3 в кубе. А затем по формуле разность кубов раскладываем на два множителя. Задача пятая. Верно ли утверждение произведения пяти последовательных натуральных чисел делится на 30? 30 можно представить в виде произведения простых, взаимно простых чисел. Два на три на пять. Так как по условию задачи это последовательные натуральные числа, хотя бы одно из этих чисел будет делиться на пять. И хотя бы одно будет делиться на три. И хотя бы одно среди них будет четное. Значит, будет делиться и на два, и на три, и на пять. Так как два, три и пять – это числа взаимно простые, значит, будет делиться и на их произведение. Значит, данное утверждение верно. Продолжение следует... Продолжение следует...